и здравия соратники сегодня 24 июня 2022 года то есть 666 это сегодняшнее число день которое переходит в 18 то есть в девяточку это интересная дата она интересна тем что в этом году впервые произошел парад победы то что у нас 9 мая празднуется это не парад победы это наверное аппарат в честь и 9 мая в честь дня победы как это называется ну а действительно парад победы произошел именно в этот день и примерно в по смыслу по гематрии как угодно можно называть пока баллистике по цифровому значению этот день сегодня чем-то напоминает тот день который был давно давно в сорок пятом году по энергетике скажем так именно не слу в этот день не случайно товарищ сталин решил организовать парад победы не 21 числа в день солнцестояния не 23 2 на 3 тоже три шестерочки он знал смысл и цель и значение не только рун но и циферок на которых зациклен рой на зациклен и иллюминат и так далее он организовал парад победы именно в эту дату эта дата 24 июня 45 года и все с тех пор никаких парадов не проводилось потом проводил 65 году 85 юбилейных годах и в 90 потому что были юбилеи как-то еще понятно но вот зачем эрефия проводят эти парады с 95 года я понять честно говоря не могу потому что эрефия является полным противоположностью на мой взгляд ссср и армии эрефии является противоположностью то армии которая собственно и победила той страны которая победила по многим причинам и я хотел бы чтобы все посмотрели тот парад сегодня и проанализировали его я немножко уже делал обзор парада этого двадцатом году да я уже говорил что закрывают главный символ и так далее то есть их много разных вещей которые я уже упомянул мы поэтому я на них сегодня останавливаться не буду я хочу лишь просто напомнить о том троллинге который товарищ сталин провел в отношении роя в отношении королевы и так далее потому что ну и там и циферки интересные потроллил он вот он вот они основные циферки все остальное мало значительно мало значимо скажем так и само значение этого парада она скажем так его сложно переоценить то как товарищ сталин троллил рой и в фильмах и в своих действиях всех сложно переоценить потому что ну даже казалось бы незначительные вещи они имеют очень огромное значение то что сейчас происходит ну я не знаю кто но наверное трамп по уровню троллинга пытается соответствовать товарищу стали ну понятно что у него нет тех ресурсов и время другое но трамп пытается троллить на том же уровне на каком троллил товарищ сталин вот тут длинная список реклам трампа тоже есть что посмотреть на мой взгляд есть потому что то как он троллит вот здесь например я сейчас немножко краткий эксерс делаю а потом вернусь к параду это имеет очень глубокий смысл например вот эта реклама она просто шедеврально на мой взгляд это реклама компьютеров вот кто может подумать что это реклама компьютеров реклама замечательный инструмент донести некую мысль до сотен миллионов людей вот рекламу увидели сотни миллионов рублей и наши дэвраль на сейчас попробую понять почему сколько мол ты хочешь за твой этот черенок как сказать там за твою чашечку кувшинчик ну а примерно так как ты с компьютерами но это реклама компьютеров и он аллегорически показывает что вот эти вот попытки роя с помощью компьютеров уподобятся создателю тому кто создал этот мир они мягко говоря такие же глупые как эта реклама но я уже делал вот эту рекламу обзоры это рекламы очень замечательный текст его выступления когда он еще только баллотировался и как он там патроллил и просто жестко прошелся по хиллари в открытую чего ему до сих пор не простят хотя там и вот киссинджер был и многие многие известные личности вот эта реклама шедеврально давай использовать не пиццу неправильно вот эта пицца с этими циферками как он их переделал для тех кто понимает к болисти кто поймет почему это пицца 13 1166 вот тут он вообще в открытую показал кое-что спалился можно сказать да и много чего он интересного сделал по уровню троллинга вот это например реклама давай использовать пиццу неправильно пицца с красной шляпкой отсылка к королеве и и все знают уже есть что такое пицца как он там и роль в этой в этой пиццы пицца гейт в этой андренохромных всех делах и прочим роль известной личности которую он еще где-то 20-25 лет назад вот так вот демонстративно под видео пристрелил я это делал разбор в ролике с днем рождения товарищ трамп в общем товарищ трамп пытается на символьном уровне сломать систему он сломал систему тем что будучи в гильдии актеров играл только себя он показал что в этом даже мире в двуличном где все играют где все фальшиво можно оставаться с собой он сломал систему он сломал систему строя свои стройки делая определенные там здания он сломал систему рекламой он сломал систему и тролля рой с помощью банкротства казино казалось бы в казино в игры вы только заведение только казино казино собирает энергетически всю удачу людей которые отказываются от своей удачи ждут удачу от кого-то еще то есть что такое ставка в казино это когда люди приходят отдают часть своей энергии надеются на что-то другое то есть они отдают свою удачу распределение благ и много чего и своей жизни дальнейшей отказывается от своей воли от своего пути и и получается что кто-то другой владелец казино распределяет удачу естественно основная часть удачи забирается с заведением казино и выдаются лишь малая часть тем людям которые в общем-то ну того не заслуживают распределение энергии удачи и здоровья и всего прочего примерно так работают эгрегоры так вот трамп будучи очень богатым очень успешным владельцем казино сделал так что казино обанкротилась он специально обанкротил все свои казино он сломал систему на энергетике это произошло вот один раз это произошло всегда во все времена он сделал это специально каким какой ценой вот кто-нибудь мог бы пожертвовать все материальные что у него есть ради идеи в одном смог потому что как говорил товарищ сталин самое главное в жизни этой идеи вокруг нее потом когда нет идеи не нет вокруг чего фокусировать знание волю и ресурсы есть идея воли и ресурсы придут если есть воля приложенная к идее все остальное рано или поздно соберется так устроен этот мир если эта идея в гармонии с со вселенной то все остальное рано или поздно придет нужно лишь предлагать некоторые усилия к этому и не сдаваться в этом как говорит трамп можно никогда не сдавайся можно приостановиться чуть-чуть отдохнуть можно сменить стратегию можно двигаться там вокруг и прочее но нужно следовать своей цели всегда это главная заповедь товарища трампа так вот по уровню троллинга я думаю что товарищ трамп бледная копия товарища сталина хотя тут вот трамп спалился он показал что у него есть некая копия партнер он показался в открытую молодец но так невозможно так не бывает вода у меня есть партнер нет у тебя партнер как у меня есть партнер и вот что будет это открытое послание но мало кто его может понять у него есть двойник это вообще мало кто может понять хорошая реклама использование вот пиццы неправильным образом отличная реклама вот это отличная реклама с овцой где овца номер один сначала в партнерстве с трампом обходят все эти ловушки 9 11 и становится равной человеку входит в жилище в дом трампа это троллинг высшего уровня но по сравнению с парадом на красной площади где который проведен в цифру 6 6 и 45 это 9 ну потому что это ключевое парад в котором которым естественно никто не задрапировал мавзолей парад который сталин скромно стоял в сторонке хотя он бы мог все делать он дал его принять жукову лишь принять хотя он мог вести вот ленинградский фронт карельский фронт хотя у читая паблики немножко отвлекусь украинские паблики они говорят что они победили гитлера дебилы потому что был украинский фронт фронт именно он штурмовал значит украинцы вот это жертва егэ это жертва того образования в котором не преподают логику зато преподают закон божий а вот если был карельский фронт то получается что карелы воевали а если был белорусский фронт то что белорусы воевали где логика лучшие люди фронтов летчики танкисты я не понимаю ну вот самый интересный момент тут тоже их знаменательный вот тут интересный момент есть показано еще до реформ кремля вот это вот место но самое интересное вот вот этот фонтанчик который говорят что это лобное место на самом деле из просто лобного места фонтанчик-то не сделать этот парад очень знаменателен многими вещами это сигнал и это ритуал огромный замечательный ритуал восстановление до потопного строя и победы над захватчиками на дроем победа человечества над иллюминатами и над тайными обществами и над их королевой над паразитизмом как я полагаю потому что на их языке их способом был послан определенный сигнал и добавлен вот этим восстановлением многого чего в на этом параде до потопного на самом на самом деле на параде не просто сгорели сожгли фашистские знамена но там еще был послан сигнал тем кто умеет это слушать вот те кто нёс этот посыл эти флаги они окидают говорят что это все потом было срежиссировано так вот это не было срежиссировано это действительно было их им на самом деле было много чего еще что не показали в кинохронике но этот ритуал полностью не был заснял притуал я имею ввиду парад вот кидают на самом деле действительно было вот это было кидание и потом сжигание этих знамен уничтожение от этой вот фашистской нечисти и все на следующем году сорок шестом парада не было и не потому что не хотели забыть войну нет войну помнили фильмов книгах везде памятниках в музеях много где и того смысла который заложил товарищ сталин но не надо было повторять смысл был даже в в том что принял товарищ георгий жуков по парад даже в фамилии тех кто принимал на самом деле принять мог допустим ракосовский но на самом деле фамилии так говорящие георгий это победитель означает жуков победители жуков а константин ракосовский константин константинович вот он ключевое слово кон рок неизбежность кон неизбежно побеждает жуков георгия жукова кон который совершил все необходимые действия он командовал войсками и парадом а не наоборот а принял как результат результат действия кона была победа над жуками это всего лишь мой бред моя фантазия а может быть и нет как ты считаешь воин сколько в том о чем я рассказал моих фантазий и какой смысл был вложен во все эти действия ну а потому что мало какие действия совершаются без смысла какой на самом деле был смысл подумай об этом и пиши в комментарии добра соратники и еще раз включаем голову потому что без включенной головы и человеческого объемного восприятия то есть цельного взора цельнозора выжить в том что грядет невозможно ибо все только начинается и все что сейчас происходит всего лишь затишье перед бурей добра 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 добра